Поставила жарить эту трюпку, которую я вам показывала первый раз. Покажу вам, что получилось. Сделаю пюрешку, салат на обед. И быстрый обед у нас будет готов. Хочу быстренько сварить компотик. Достала все замороженные фрукты, которые у меня были. Вишни. Хайдельберн, клубнику. Еще порежу два яблочка. Я делала так, это получается больше не компот, а витаминный напиток. У меня скипает вода, и я положу туда все, что у меня есть. Тоже доведу до кипения. И одну-две ложки сахара, и лимонадом не выкупаем. Пьем воду, и вот такой вот напиток витаминный. Очень вкусно. Покажу вам наш витаминный компотик. Вот такой насыщенный цвет получился. В панаде из брецелей. Мальчишки попробовали, очень-очень вкусно им понравилось. Можем рекомендовать. Приветики всем. Время к вечеру мы гуляли сегодня. Сегодня потеплело у нас. И принесли кухню. Сыну Олькину всю протерли ее. Да, сыну Ольчка? Что, не можешь никак порезать? Да. И играем давно не играли. Все протерли. Вот такой у нас здесь. С всеми продуктами. Это еще Викуллин чайник. Сынуль ко мне сделал кофе. Здесь такой торт. Вот такие шампкессы. Мы все сынули, намыли. Это тоже еще от Викулика. Столько здесь у нас фрукты. Я пообещала, сынули, завтра принесу ему вазу для фруктов настоящую. Выделю. Здесь у нас вот такие продукты. Я как-то показывала уже, что я сыну, наверное, два года еще была, я все это покупала. Разные наборы в Лидле. Всем, наверное, известны, что здесь на липучках. И их можно разрезать ножиком. Деревянные, очень классные. Вот морковка, арбуз, рыба, помидор. Очень много бананов, рыбков, здесь сырочки. Это все деревянное. Сосиски, хлебушек. Мясо тоже можно разрезать, бекон. И кухня наша. С левой стороны мы с Андрюшей сделали шпюль-машину. Андрюш, покажи. Открою. Здесь у нас шпюль-машина. У нас моется все. Мясо нечаянно попало. Но ничего страшного бывает в игре. Вот такая у нас еще такая корочок. И здесь у нас все вот так обустроено. Это нам бабушка покупала, настоящую нутеллу. Это еще Викусин со слоником сервиз. Там у нас кофе. Здесь у нас фрукции, приправы, если мы будем пироги печь. Это сыноке тоже я отдала, они настоящие. У нас кафе-машина. Даже есть у нас вот эти вот пэтс разного вкуса. Микровелли. Да, сынок? И здесь у нас печь формочки, каталка, печь кухи, пироги. Мы сделали такой импровизированный свет сынульки. И она тоже включается. Включи сынулька в комфорке эти, как они там называются. Вот эти вверху. Нет, нет, вверху вот эти красные. Да. Вот так оно включается. Мойка, кран тоже двигается, шевелится. Ну и здесь у нас висят все поварюшки, ложки. Тоже набор госточек. Тобро есть и венчики, поварюшки. Здесь все что угодно, всякие прихватки. И вот такой замечательный у меня повар. Да? Угу. Кюхен-шеф. Мама угощает все вкусняшки. Делает маме кофе. Уже вкусности и маме наварил. Вот так все. Баклажаны вот нажарил мне. А яйцо с сосиской. Все тут у меня уже и кофе с кубичным вкусом. Все у меня тут фрукты. Вот так мы играем с сынуличкой. Да, золотой? Угу. И еще у нас тут два друга сидят с нами, да? Зайка кушает морковку. Мишу-то уже покушал. Андрюша уже убрал за ним. Сынуля, ей сразу шпильмашину. Три. И еще вот один друг, да. Маршал, любимый дружок. Сразу сынуля. Поставили сынули в мойку чашку, как у мамы. Такую посудную. И сынуля сразу шпильмашину, как мама составляет. Все потом разбирает шпильмашину. Наводит сразу порядки. Вот такой у нас порядок замечательный на кухне, да, сыночек? Да. Будем дальше продолжать нашу игру. Купила такой тортик. Знала, что готовить будет особо некогда. Ну, его просто можно хот-брауни. Мы уже пробовали, очень вкусный. Он такой, сочный такой вот. Десять минут подогреть его. Разогреть нужно в микроволке, и чтобы шоколад растаял. Или в духовке. И я делаю картофель по-французски. Сейчас покушаем втроем. И муж пойдет отдыхать. Мои вкусняшки готовы. Сядем на скромный стол. Один на меня небольшой салатик сделала. Вот такая малепусенькая бутылочка шампанского. Выпьем по глоточку. И будем чай пить с тортиком. И вот такой у нас будет день рождения втроем. Первый раз такой скромный. Папа, поздравим с днем рождения, сынок? Угу. Наш скромный стол. Я играю. Андрюша, вот такое шампанское у нас. Персиковая, да, сынок? Да. Говори, папе, с днем рождения. С днем рождения, папа. Мы идем папу поздравлять. Угу. Папа наш кушает с Али, да, сынок? Да. Давай. Сможешь или помочь? Почем за ферс? Угу. Давай, Фонок. Ой, миленькая. Вот, миленькая. Папа зажигает тортик. Мой сладкий. Зажег? Еще держи. Мальчик хороший. Вот, умничка. Все. Сейчас пойдем папу поздравим, да? Да. Я уже готовлю вас. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Приветушки, конфетушки. Приветушки, конфетушки. Можно тебя подвезти? Как подвезти? Я сама могу ехать. Вон я сижу уже. Зачем меня ты будешь подвозить? Ты что? Ну, тогда пока. Ну, давай, газуй. Как ты сейчас газовал? Я могу куда хочешь? Я подвезти кого хочу. Я тоже. Зачем ты мне трактор мой толкаешь? Давай, газуй. Как ты газовал? Подожди ты. Ну, давай, гуди. Гуди. Как ты сейчас делал? Ну-ка, покажи. Смотрю. Как ты гудел сейчас? Еще? Подожди, мне надо плечи бжегусить. Круто ты загрузил плечет. Давай хоть по газу езжу, жду. Кому плечет нужен? Никому. Тебе. А потом, потому что мы с вами трактали, его так окружило. Ему никуда не было бежать. У меня было на работе, мои мальчишки были креатив. Кстати, сделали каких? Нинься. Адушка, какого делала? Красного или черного? Черного. Черного сынули сделал. Красного папа. Или бумагой цветной. Супер, вы молодцы. Очень красиво. Супер. Хочу показать вам пару продуктов и поделиться своим мнением. Раньше модно было принято делать пустые баночки. Я тоже делала несколько таких видео. Они довольно-таки популярные были. А теперь уже, конечно, такие видео никто не делает. И мусор забирать. И... Ну, не мусор, конечно. Ну, вы меня поняли. Пустые баночки. Вот этот вот продукт был в одной из коробочек. Шампунь. Наш умевший от вот этой вот фирмы Натурбокс. Это Мерзглюк. Запах моря. Но мне он не совсем напоминал запах моря. Для меня это был запах такой, как вам объяснить, даже не знаю. Больше какой-то запах тины. Ну, написано, что бутылки сделаны из резайкель-барового пластика. Еще раз переработали пластик. Это очень замечательно. Но шампунь кое-как допользовала. Я была не в восторге. Не мою. Больше покупать не буду. От Rituals Ritual of Karma. Такой пенящийся душ-гель. Классная штука. Здесь 200 мл. Супер. Это был полноразмерный... Да, полноразмерная версия. В Кудебек, в сумке, которую мы с дочерью получили на Мессе, когда была бьюти в Мессе в Мюнхене. Девочки, кто-то спрашивал. Я, по-моему, так и не ответила. Как, где и что покупаем мы эти, как сказать, билеты. И там дешевле на Мессе или не дешевле на самой Мессе. Я ничего не покупала. Платили за вход 50 евро. Я, по-моему, рассказывала. 50 евро. И полностью можно подходить. Тебя бесплатно красят. Делают прически. Какие-то тестеры раздают. И еще в эти 50-е включается Гудебек. Я показывала распаковку, распечатку. Очень много продуктов. И в том числе вот этот вот новая версия Душкель. Очень классный. Очень запах. Ну, необыкновенный. Ну, как и все отречется. Конечно, классная у них косметика. Ну, вот этот вот Душкель. Хватает надолго. Пенится шикарно. Взбалтывается. Такая пеночка. Нежная, мягкая выходит. Но я вам хочу сказать, что он стоит 10 евро. Около 10 евро. Я себе покупаю Душкель за такую цену. Может быть, конечно, я не права. Но нет, я не буду. Попробовалась при великим удовольствием. Могу рекомендовать девочке. Если кто-то хочет, супер. Просто там один запах чего стоит. Я говорю, консистенция нежная. И кожа прям, мне кажется, бархатистая, шелковистая, увлажненная. После него супер. Понравился. Могу рекомендовать. И вот такой хотел вам еще показать. Очень классный шампунь от Лиско. Шок. Так он называется. Шок. С кератином. С шоком. Скурпродукты обожаю. Просто обожаю. Очень много лет уже пользуюсь. Могу порекомендовать. Волосы, на самом деле, блестящие, шелковистые. Как шок, девочки. Попробуйте. Может быть, кому-то подойдет. И он бюджетный. Бюджетный. Очень нравится. Попробуйте.